Всем добрый день! Итак, мы начинаем работу открытого дрессаж форума «Лицом к лицу». Модератором буду я, Козлова Вита Святославна, представляющая Большой международный конный клуб «Продар». Сегодня мы хотим провести такое инициативное мероприятие, на котором мы поднимем самые болезненные, самые важные, ключевые вопросы развития выездки на ближайшее время. Мы оказались сейчас в сложной ситуации, и тем не менее, мы должны выполнить за этот изоляционный период правильно работу над ошибками, выполнить домашнее задание, чтобы не упустить это время, как песок сквозь пальцы, а чтобы выйти из него обновленными, сильными, и сделать какую-то работу, на которую, возможно, у нас не хватало энергии. В другое время мы все были заняты выступлениями, были заняты тем, что составляет обычную жизнь спортсменов, тренеров, судей и других субъектов конного спорта. Вот сейчас, на наш взгляд, хорошее время для того, чтобы поднять вопросы важнейшие, тем более в преддверии отчетной конференции Федерации конного спорта мы планируем составить по итогам нашего сегодняшнего мероприятия письмо с вопросами, которые мы адресуем делегатам данной очередной отчетной конференции ФКСР. Итак, сегодняшняя повестка дня. Вопрос номер один – это проблемы судейства в дисциплине выездка. У нас сложилась такая ситуация, при которой тренеры являются судьями, и налицо конфликт интересов. Это этическая проблема, проблема заинтересованности, очень стала сильно мешать развитию дисциплины. Она ее, по сути, дискредитирует. У нас есть проблематика в статусе владельца лошади, особенно статус владельца лошади члена сборной, потому что владельцы лошадей членов сборной, по сути, это инвесторы, и, по сути, единственные инвесторы, на которых лежит все менеджерское и финансовое обеспечение деятельности всадников. Что, на наш взгляд, немаловажно – это статус заводчика лошадей. У нас происходит удивительная вещь. Имена заводчиков, имена людей, принимающих селекционные решения, не значатся даже в стартовых протоколах. Получается такой конфуз. Та рекламная поддержка, которую может оказать Федерация окунного спорта, введя это в практику, в обязательную, писать не только всадника, не только субъект Российской Федерации, но и писать фамилию тренера, фамилию заводчика, человека, принимавшего селекционные решения. Почему-то даже такая малость, которая не требует ничего, кроме доброй воли, все равно не делается. Это серьезнейшая проблема, и, на наш взгляд, корни этой проблемы лежат значительно глубже, чем просто простое нежелание или простое непонимание. По какой-то причине люди, принимающие решения на сегодня, не заинтересованы в том, чтобы заводчики были прорекламированы через стартовые протоколы на российских и международных соревнованиях, проходящих на территории Российской Федерации. Это вот ключевые три вопроса, вокруг которых мы начнем наше обсуждение. Также мы сегодня хотим проанонсировать создание ассоциации конно-спортивных клубов под названием «Люди и лошади» и создание ассоциации выездки под названием «Открытая выездка». Итак, дорогие коллеги, я с удовольствием передаю слово одному из инициаторов нашего сегодняшнего форума, Анатолию Исачкину, представляющему здесь конно-спортивный клуб «Русский алмаз». Всем добрый день. Вопросы, которые сейчас обозначил круг вопросов ВИТО, я считаю, что они настолько насущны, что в принципе, по большому счету, я не понимаю, как мы дальше можем жить, если мы их не обозначим и не начнем решать. Существует Федерация конно-спорта России. В Федерации конно-спорта России, все, что касается нашего вида спорта, существует два комитета. Воисковый и судейский. Бюро принимает решение. В составе бюро сегодня находится, по-моему, с ней изменяет память, порядка 11 человек. Какое отношение имеет руководитель Федерации Свердловской области? Никакого. Перского края? Никакого. Красноярского края? Никакого. Конкурные люди там никакого. То есть, получается, что сегодня, когда вопрос вносится на утверждение, то есть, вот простой пример, то есть, состав сборной страны. В воисковый комитет ходят четыре всадника, то есть, четыре всадника можно совершенно спокойно поднять руки и проголосовать, а сказать, мы хотим, чтобы были в сборной мы. И, по идее, они вынесут этот вопрос в бюро, и бюро это утвердит, потому что воисковый комитет, это профильный комитет, который сегодня, то есть, четыре спортсмена могут утвердить себя членами сборной, и они поедут куда угодно. И с точки зрения законодательства, в принципе, никто ничего не сможет возразить, в принципе. Если кто найдется какие-то умные люди в бюро и скажет, ну, ребят, ну, так же нельзя, то есть, как было раньше, обирался тренерский совет, да, на тренерском совете иногда шли такие очень горячие споры. Каждый спортсмен защищал, тренер защищал своего спортсмена. То есть, и появлялась сборная. Вот мы и пришли к главному. То есть, да, сегодня многие говорят, что, как бы, в принципе, а что нам сборная? Ну, допустим, Катя Орлова сидит, да, она тренирует детей там, да, в Тимиряйской академии. И говорит, ну, а где сборная, где мои дети, то есть, да, казалось бы. Но давайте посмотрим править в глаза. То есть, если нет тех, на кого нужно равняться, то в этой стране никогда ничего не будет. Это абсолютно точно, и с этим бесполезно спорить. Я предлагаю создать в рамках этих ассоциаций, либо один экспертный совет по принципу специалистов. Что нам даст этот экспертный совет? То есть, каждый спортсмен, который выступает, не важно где, не важно в каком регионе, не важно какой уровень езды едет, он имеет право, получив протокол на руки от тех или иных судей, обратиться в экспертный совет, сказать, я бы хотел, чтобы, и прислать свое видео, я бы хотел, чтобы люди из экспертов совета дали оценку, не как судил судья, а дали оценку, как ехал спортсмен, как выступил спортсмен. Соответственно, получив эту оценку от судей, он имеет право заявить, проведите, пожалуйста, публичную оценку, да, то есть, мы проводим публичную оценку. Он говорит, я не хочу публичной оценки, я хочу оценки, как бы, закрытой, чтобы мне информация пришла, а все остальные, как бы, ее не видели. Мы даем оценку, мы даем оценку на эти протоколы, говорим, какие на самом деле оценки заслужил спортсмен, потому что кто бы что ни говорил, что выиск субъективный вид спорта, конечно, да, но при этом при всем написано очень много хороших, шикарных регламентов, которые позволяют сегодня дать и субъективно перейти в объективную оценку. Вижу начать вот с таких вещей, с простых и понятных, и, в общем-то, двигаться в этом направлении вместе, сообща. Судьи стали тренерами в массовом порядке, и судят довольно лояльно воспитанников своих коллег. Я очень тщательно подбираю слова, чтобы никаких обвинений не выдвигать, но это неэтично на взгляд большинства спортсменов, когда судьи и тренеры в одном лице составляют такую профессиональную группу людей, действуя в интересах друг друга. Мы постоянно слышим, что я не сужу своих спортсменов. Ты не судишь, но ты можешь позвонить накануне, а можно даже и не звонить, звонки для дураков, и так всем все понятно. Ты поддержишь моего всадника сегодня, я поддержу твоего завтра. И мне кажется, что это приобрело такие масштабы, это явление, что выездка окажется скоро, если так пойдет дальше, вообще дискредитированной, как дисциплина, и окажется на краю гибели. Потому что такая подмена ценностей, когда выигрывают всадники, которые тренируются судьями, она уже имеет место повсеместное. Мне кажется, это пугающая тенденция. Галина Любива, я представляю регион Ростовскую область. Хотела бы, конечно, отметить вот этот диссонанс, судья-тренер. В нашем регионе тоже это имеет место быть. Но чем нам сложнее, потому что, естественно, наши тренера и судьи говорят, ну если в столице можно, мы всегда на столице уравняемся, почему нам нельзя, это во-первых. Но нам еще чем сложнее, у нас не так много, как хороших мастеров-тренеров, не так много судей. Немножко забегая вперед, я бы попросила еще ассоциацию, когда она создастся, внести план своих действий, это этот момент, чтобы в регионы имели возможность приезжать неопосредованные тренера, которые преподают мастер-классы за деньги, грубо говоря, по-русски просто собирают кэш. А настоящие мастера выиски, которые приедут и нам, регионам, помогут повысить свой профессиональный уровень. Это касается как и судейских семинаров, так и семинаров по выиске. Недавно в Максиме прошла юношская спартакиада. Наш ростовский регион был там, принимал участие. Я сейчас, наверное, скажу за все регионы, что очень сильно насторожило, было неприятно и резало. Во-первых, отношения федерации, бюро по выиске федерации, то есть мы, как регион, заранее подали заявки, что ростовская область поедет, количество лошадей, количество всадников, количество тренеров. За два дня до отъезда нам звонит секретарь федерации, говорит, мы, наверное, никуда не едем, потому что Москва просто забыла ростовскую область включить. Были срочные переговоры, не смогли в бюро дозвониться, и в итоге в последний день до отъезда, то есть я уже наняла другой коневоз, ну я детям сказала, вы поедете в любом случае. То есть мы наняли за свои деньги отдельный коневоз, уже не ориентируясь на местную федерацию. В итоге в последний день нас все-таки выпустили. Когда мы приезжаем на Спартакеаду, то есть ладно мы, Ростов, нам ехать тысячу километров, люди приехали из Тюмени, там еще откуда-то далеко, там три дня тащили лошадей, соответственно это деньги и все остальное. Но что мы видим? Проходит Спартакеада. Первое, второе, третье место это Москва, Московская область и Ленинградская область. Ну я не судья, я судить не буду. Может быть действительно юношеские команды великолепно выступили, они заслужили эти места, но главный тренер молодежки в первую очередь бежит забирать медаль, потому что он является тренером этой команды. Неприятно, что вот мы как приехали, мы как выступили, к нам никто не подошел, ни какого-то внимания даже, не поговорил с нами, ни с тренерами, ни с спортсменами. Ну элементарно какая-то этическая там поддержка, чтобы нам, регионам, уделяли внимание. Соколовская Екатерина, судья второй категории, кандидат в мастера спорта по выездке. Я бы хотела на эту тему немножечко порассуждать, экстраполировать ситуацию на будущее, касательно вопроса о конфликте интересов и о том, что было озвучено до этого. О том, что некоторые судьи в определенных клубах имеют специфическую лояльность к определенным спортсменам. Даже если не брать эти конкретные примеры, давайте подумаем просто, что это даст в будущем, в текучей ситуации. Мы находимся в достаточно изолированном режиме, и, соответственно, у нас меньше возможности общаться с иностранными судьями, которые до этого часто посещали нашу страну. В том числе я принимала участие в организации Генеральной Ассамблеи ФИАЙ и судейского семинара «Пять звезд». Тогда у нас действительно начинались какие-то перемены, потому что больше судей российских общались с иностранными, мы обменивались опытом и так далее. Сейчас этого, к сожалению, не происходит по известным причинам, поэтому несоблюдение этики судейства может привести к тому, что мы не только на 50 лет отстанем в развитии выездки, как уже озвучивается, если не больше, но и на все 100. Поэтому, чтобы этого не было, мне бы искренне хотелось, чтобы эти вопросы были решены, и, по крайней мере, как бы не складывались обстоятельства, внутри наше сообщество понимало первую и истинную ценность того, что мы делаем – результат и правильно выполненный результат. То, что делается на местах в угоду себе и личным интересам, это не служит общему делу, поэтому я всех призываю коллективно подумать над тем, чтобы решить эти вопросы как можно быстрее. Спасибо. Я сейчас обещала слово Владимиру Рухаленко, экс-старшему тренеру сборной Советского Союза по выездке, поэтому, Владимир, выскажитесь, пожалуйста, на эту тему. В свое время, как мы делали, всегда после, ну скажем, с 88-го года у нас появились в сборной видеокамеры. Мы всегда снимали соревнования, и после каждого старта собирали судей и делали анализ, включали монитор, и судья, каждый судья объяснял, так сказать, свои оценки и почему ставили себя. Это как-то дисциплинировало судей и не позволял, так сказать, ну, от себя члене никакой. Поэтому всегда это шло на пользу. Я думаю, что такой анализ не мешал бы, так сказать. Если будет экспортный совет, то вместе с этим экспортным советом проводить такие анализы после каждого старта. У нас живы люди, которые занимали на мировых чемпионатах и европейских олимпиаде, были всегда в призах. Даже не на Минькова. А если говорить о подготовке лошадей, то ей вообще равных нет, я думаю, в мире. Если посчитать, сколько подготовила лошадей на большой приз и как она это делает, то вряд ли найдется, может быть, на пальцах одной руки, мы даже не насчитаем, таких людей, как она. И такой человек, он просто, ну, по-настоящему не привлекается и не используется. Но надо с людьми работать. И эти люди еще не так давно, так сказать, делали результат. Но она не одна. Вот рядом сидит Валера Тишков. Человек поехал на чемпионат мира первый раз, вообще за рубеж выехал и занял 11 место, попал в переезд. Все время призор чемпионата мира в команде. Была централизована подготовка перед Олимпиадой в том же Сеуле, где лошади был состав команды поменен на 75%. И мы сразу состоющие вышли на четвертое место на Олимпиаде. И после этого были, кроме немцев, никому не проигрывали. У нас просто нет четкой, выстроенной подготовки. Спасибо. Спасибо, Владимир. У меня есть что добавить на этот счет, потому что невостребованными остаются Нина Менькова, Валерий Тишков, мастера действительно мирового класса, по той простой причине, что они же не сидят в судейских будках. С ними невыгодно тренироваться. Какой результат ты получишь? Вот в чем проблема. Добрый день. Екатерина Путилина, судья всероссийской категории. Ну, во многих клубах, конечно, я слышу, что судья всему виной. Я вам открою, может быть, страшный секрет, что если добавить к каждому элементу 0,5, что считается незазорным, у вас в сухом остатке получится плюс 5%. Конечно, обсуждать по видео – это хорошая идея. Многие коллеги, конечно, не понимают базу, базу подготовки лошади. В этом большая проблема. То есть судьи, к сожалению, не имеют сами опыта спортивного. Поэтому, что лошадь бежит, как швейная машинка, простите, что лошадь двигается на хороших алюрах, имеет их три, оценка, грубо говоря, за плечо, будет только связана с оценкой угла сгибания и ровным движением по стенке. И, к сожалению, в этой вилке мы не видим качественно разных пар. Разница между этими парами порой либо совсем в 1%, либо одинаковые результаты. Иногда и уровень пары, который на две головы выше, у некоторых коллег оказывается в сухом остатке ниже. И проблема эта настолько велика, как и тренерская, так и судейская, потому что в правилах все это есть. И этика судейства, и все это обсуждается, но никаких мер воздействия на коллег нет. В связи с этим единственный, по мне, возможный момент, который можно решать, делать, это ротация, которая также указана в правилах. Мы имеем возможность ротации. Два судьи, как написано, это выставляют организаторы, остальные должны меняться. В этом случае мы, конечно, уйдем от таких сговоров, как было сказано выше, и немножко, конечно, очистим. И объективности это добавит. Спасибо большое, дорогие коллеги. Кто еще желает высказаться по данному вопросу? Ольга Хромова, судья первой категории по выиске, по вольтежировке. И в течение почти двух десятков лет коммитатор канала Евроспорт. Я бы хотела обратить внимание на то, чтобы наши топовые спортсмены могли бы выступать в организованной ассоциации, допустим, в каком-то турнире «Семь звезд», где участвуют только топовые спортсмены. Почему мы сегодня соединили и вопрос создания ассоциации КСК, и ассоциации выиски и обсуждения этики? Для клубов, которые, может быть, даже не имеют своего представителя на сегодняшний день в составе сборных, наши успехи на олимпийском уровне, значит, не меньше, а может быть, даже и больше. Они, значит, для успешной коммерческой деятельности клубов, оказывающих услуги по содержанию лошадей и обучению верховой езде, значит, так много, поскольку олимпийский конный спорт является локомотивом конного спорта любительского и массового. И вот эту связь четкую нужно всегда держать в голове, когда мы говорим, какое имеет отношение тот или иной региональный клуб, который не представлен сегодня в сборной. Да прямое отношение. Потому что успешная деятельность и существование большого количества клубов напрямую зависит от того интереса, от той рекламы, от того притока молодых всадников, выездку в частности. И если мы будем позволять дискредитировать нашу любимую дисциплину подобного рода эксцессами, то мы, естественно, пострадаем в конечном итоге все финансово, потому что это скажется. Ну, я, прежде всего, хочу сказать, что если мы были раньше молодыми, тоже начинали, тоже были пацанами, и мы видели лидеров, мы видели их выступления, мы старались стремиться к этому. То есть это были для нас личности, недосягаемые, казались, в те времена. И что сейчас удивительно, что молодежь не тянется, она не интересуется совершенно, кто выступает, на ком выступает. То есть у них есть своя лошадь, есть тренер, и на этом все. То есть они совершенно не смотрят выступления других всадников, не интересуются, они даже не знают, кто где выступает. Поэтому хотелось бы, чтобы больше было информации. То есть для нас проводились отдельные какие-то вне тренировочные занятия. Мы смотрели фильмы. Сейчас информации очень много, очень много фильмов, но никто не интересуется, к сожалению. Из-за этого прогресса такого, чтобы среди молодежи явного, оно единицы совершенно. Вот хотелось бы, чтобы тоже как-то больше было, не то что заинтересованности, но чтобы дети как-то были вовлечены в это во все. Вот чтобы дети были вовлечены, очень хорошая идея, и мне кажется, ее можно развивать, объединившись, не знаю, нашими регионами. Это тренировочные сборы. Делать какую-то площадку, когда будут дети со своими лошадьми приезжать с различных регионов, они будут друг за другом тянуться. Если это еще тренировочные сборы будут проводить именитые спортсмены, вот тогда, когда начнется между ними обмен информацией, вот такой вот на практике. Это будет давать большой стимул им потом тянуться и развиваться. Мы все равно не уйдем от темы судейства, хотим мы или не хотим. Как бы, понятно, что критиковать ее бессмысленно, уже все все сказали. Мы здесь собрались не просто для того, чтобы поговорить, да, говорили не уже достаточно, мы собрались для того, чтобы изменить. Это главный вот девиз, я считаю. То есть, что мы можем предложить, чтобы изменить? Здесь мы заявляем тренировочный совет, который сегодня, причем как бы для всех участников наших ассоциаций, я предлагаю это делать бесплатно. То есть, да. То есть, раз ты являешься членом ассоциации, соответственно, вот сидит представитель Ростовской области, она обращается к нашему исполнительному директору ассоциации, говорит, я бы хотел провести семинар, то есть, да, с понятными судьями, с понятными спортсменами. Не те, которые себя сидят и пиарят в инстаграмах, там, в различных, там, платформах. И я все время задаю вопросам судям, когда приходишь на соревнования, я говорю, вы делаете плохо детям, потому что они стоят, растерянные такие, смотрят и не понимают, а на кого равняться. И все говорят, ну вот это и есть наша выиска, то есть, да, а потом говорят, да нет, у нас выиски нету, мы пойдем в голландскую школу, в немецкую школу, то есть, да, а Владимир Григорьевич говорит, ребята, ну мы прекрасно выглядим сегодня, нужна система. То есть, сегодня мы однозначно, как ассоциация клубов, ассоциация выиски должны заявить о том, что у нас есть судьи, которые соответствуют тренировым стандартам, у нас есть тренера, которые соответствуют тренировым стандартам, которые не будут играть никакие подковерные игры, не будут, есть принципиальные вещи. Мы собрались, создаем ассоциации не для того, чтобы критиковать кого-то, да, мы говорим, как должно быть. То есть, чтобы люди понимали, на кого равняться. Чемпионы, которые выезжали лошадей, которые выступали на этих лошадях, которые тренировали, вывозили команды, а их никто не видит, потому что им некогда быть в инстаграме. Вот следующая цель и задача ассоциации сегодня продекларировать все это нашему войсковому миру в том числе, что у нас это есть. То, что мы это можем, мы это знаем. То есть, сегодня, ну, я думаю, не переломится никто из основных спортсменов, если он соберется, там, один в Ростовскую область ездит, другой, и в Владивосток можно слетать, в принципе, больших проблем-то нет. То есть, билет взяли да полетели, то есть, да, у тех, у кого нет средств, ну, ассоциации будем выделять, как-то закрывать. То есть, показать, что такое есть на самом деле выиск. То есть, это же величайший вид спорта, он основа основ всего, что происходит вообще в конном спорте. И вот, если мы покажем, соответственно, ситуация, она не изменится не сразу, но она изменится все равно. А так как сегодня показано в том варианте, конечно, молодежь, они просто не понимают, на кого равняться. И в этом их невинницы нет. Здесь очень важна именно вот эта взаимосвязь между ассоциацией конно-спортивных клубов и ассоциацией выездки, потому что мы не случайно их сегодня учреждаем параллельно, потому что это правильное взаимодействие. И я бы добавила еще ко всему прочему, что наши молодые всадники абсолютно не знают истории российской выездки. А российская выездка имеет потрясающую, блестящую, достойную гордости историю. Дошло до того, что когда мы общими усилиями еле-еле собрали на памятник двухкратному олимпийскому чемпиону Ивану Михайловичу Кизимову, который установлен в школе, где он проработал более 50 лет, нам даже один уважаемый человек задал вопрос, а зачем этой школе памятник, на который вы собирали такую значительную сумму? Лучше бы на эту сумму вы купили нагавки, вольтрапы и седла и уздечки. Наверное, у них с этим не очень хорошо. На что мы ответили, что если эти дети не будут знать, кто такой Иван Кизимов, им не нужны и нагавки, седла и уздечки, им вообще не нужно заниматься конным спортом. Так вот, в рамках ассоциации выездки и ассоциации КСК мы будем вести еще и работу по популяризации не только дня сегодняшнего, но и дня вчерашнего, потому что наша молодежь ничего об этом не знает. И все любят не конный спорт в себе, а себя в конном спорте. Орлова Екатерина, судья Всероссийской категории, мастер спорта по выездке. У меня вот два последних турнира, на которых мы присутствовали. Там была такая система спортсменам, на финальной езде выдавались анкеты, и они должны были написать про себя информацию. Ну, кто они, когда начали заниматься спортом, кто их тренер, кто их лошадь, и самое главное, на кого они равняются в спорте. То есть, ну вот, кто их идол, так скажем. Так вот, большинство, большинство спортсменов написали. Катрин Дюфор, Шарлотта Дюжардин. Кто-то написал своего тренера, ну, кто с ним сейчас занимается. Но никто из тех, кто был на турнире, не написал про вот наших спортсменов, про которых мы говорим, про наших мастеров, которые были, ну, и сейчас до сих пор присутствуют. Никто их не озвучил. Это просто вот такое небольшое наблюдение с турниров. И вот эта система, чтобы всадники писали такие анкеты на финальный турнир, это очень интересно. Чтобы, ну, все остальные хотя бы слушали, смотрели и учились на этом. Мне кажется, это надо ввести в обязательную программу. Я считаю, что на уровне первенств, чемпионатов и кубков России недопустимо, чтобы судья являлся тренером. Хотя бы с этого надо начать. Тем более тренером сборных команд. И с этого, если мы не начнем с этого, мы никогда не решим эту проблему. Вот тут так. Очевидно, раз у нас мы столкнулись с таким массовым явлением, то, наверное, и кардинально придется решать эту проблему. Такая резекция кардинальная. Вот Анатолий затронул тему, что заводчики задают тренды. Конечно же, конным спортом правят коннозаводчики. Это большая индустрия, большие деньги. И на сегодняшний день в России заводчики – это подвижники. И я предлагаю коллеге нам сегодня с вами написать в ФКСР просьбу настоятельную размещать во всех протоколах фамилию человека, принимавшего селекционное решение. Потому что сложилась такая порочная практика, что есть такая профессия – дилер по продаже лошадей. Ну, есть всемирно известные дилеры и всемирно известные компании и персоналии, которые занимаются только этой деятельностью. Они не тренируют и они не судят. Те, которые совмещают судейскую деятельность или тренерскую, ну, уже ходят по лезвию ножа с точки зрения этики профессиональной. Потому что зачастую тренер может иметь проценты и рекомендовать к покупке только ту лошадь, где его финансовый интерес учтен. Это грустно, потому что не всегда так может сложиться, что лучшая комбинация всадник-лошадь – это именно та комбинация, от сложения которой финансово заработает тренер. Но еще хуже, когда судья становится таким дилером. И что самое страшное, и на мой взгляд, это то, что происходит сегодня, это сугубо мое личное мнение, но я его не могу не высказать. Это когда на уровне правил и стандартов профессиональных, на уровне Национальной Федерации Конного Спорта происходит игнорирование, сознательное не рекламирование успешных заводчиков по той простой причине, что эта реклама ведет напрямую к заводчику покупателя в обход тренерам и судям, которые сочетают в своей персоне еще и дилерские какие-то функции. Вот на мой взгляд, это уже такой серьезный звоночек. И если мы сейчас эту порочную ситуацию не сломаем, то неизвестно, каким последствиям, ну известно, вернее, каким последствиям нас это приведет в самой ближайшей перспективе. Потому что длится эта ситуация уже очень-очень давно. Заводчик сидит на трибуне, лошадь его селекции награждается, выходит представитель бюро Федерации Конного Спорта, награждает представитель администрации Федерации Конного Спорта, и никто, никто не называет фамилию заводчика, российского заводчика. Как это возможно? Что такое заводчик за границей? Вы приезжаете в Висфальский аукцион, Гановерский аукцион, Голосчинский аукцион, любой из аукционов основных, то есть, да, заводчик сегодня, только вдумайтесь в слово, заводчик представляет коллекцию. Трендом в мировом конном спорте является не спортсмен, не тренер, не берейтер, является заводчик. Он задает тренд, какие лошади в будущем он видит картинку, то есть, как он ее нарисует, то есть, да, они в полном смысле слова, приезжая на аукцион, они говорят, мы представляем, то есть, встает президент Висфальского аукциона, начинает там вступительный слог, мы представляем сегодня на ваш вид, на ваш взгляд, для вашего, имеется в виду, голосования деньгами, новую коллекцию Висфальского союза, то есть, коллекцию, то есть, это как бы мир высокой моды, то есть, да, сегодня. Вот к чему надо стремиться. А у нас сегодня какая коллекция? И теперь вопрос о бюро, который мы тоже должны поднять. Мы бы хотели, чтобы в бюро были представлены действительно люди, которые понимают наши проблемы и которые готовы деятельно их решать. И мы бы тоже в числе наших пожеланий к ФКСР в письме хотели бы указать, что мы бы просили либо создать новую структуру четкую для формирования бюро, либо нынешнее бюро увеличить на определенное количество человек, которые будут представлять вот те заинтересованные группы представителей КСК и выездковых всадников, и нести решение тех проблем, о которых мы сегодня говорим. Ну, если взять Европу на сегодняшний день, то есть это абсолютно нормальная практика, когда помимо лиц, скажем так, частных, существует так называемый голос ассоциации. То есть, что такое голос ассоциации? То есть, это понятно, что сообщество людей, которые объединились по каким-то определенным принципам, которые мы сейчас обсуждаем. Соответственно, я считаю, в той сложившейся ситуации, в которой мы находимся сегодня, как раз ассоциация может сегодня не просто сказать, она высказывает позицию, то есть по тем вопросам, которые нас волнуют. И отмахнуться от частного лица всегда намного проще, чем отмахнуться от ассоциации. Мне непонятно, как может быть сегодня главный тренер сборной, юноши, юниоры, дети, членам бюро, членам войскового комитета. Вы скажите, как это вообще возможно? Пусть судьи-тренеры, начиная с такого-то числа, определятся, они либо судьи, либо тренеры. Вы понимаете, о чем мы можем говорить, куда мы придем? Мы никогда в жизни никуда с такой ситуацией не придем. Либо тренер, либо судья. Точка. Согласитесь, очень странно, когда люди, государственные спортивные чиновники, являются членами бюро. То есть, как члены бюро, они себе ставят цели и задачи, а как государственные спортивные чиновники, они потом сами же перед собой о выполнении этих целей и задач отчитываются и сами себе ставят оценку. Ну, это просто было бы смешно, когда бы не было так грустно. И просто подобную практику нужно, наверное, прекратить. И списывать денег еще. Да, тем более это не бесплатно. Но бог с ним. Тут больше страдает спорт, чем финансовая сторона вопроса. Деньги-то государевые? Этика. И, соответственно, я предлагаю включить в наше сегодняшнее обращение к ФКСР на будущее рассмотреть этот вопрос в юридическом формате. Запретить государственным спортивным чиновникам, старшим тренерам сборных и государственным тренерам сборных участвовать с правом решающего голоса в составе бюро или комитетов по той простой причине, только как эксперты. Эксперты, безусловно, они профессионалы. Да. Но, наверное, сами себе ставить задачи и сами отчитываться, и оценки себе ставить – это нехорошая практика. Согласитесь. Я бы хотела, конечно, добавить, что конный спорт – это большой организм, и каждый в нем должен выполнять свои функции. И если не будет слаженности этого организма, никуда мы дальше, конечно, не придем. Поэтому по поводу тренерства и судейства я хочу отметить одно полезное мероприятие, которое может выполнять судья вместе с тренером, спортсмена. Это консультация. То есть тренирует его тренер, и судья подсказывает, что бы он хотел видеть от этой пары. А тренер уже будет думать, как этого достичь. Вот по такой схеме мы можем как-то выходить на новый уровень. Ну, вы знаете, у нас были выдающиеся личности, выездки, такие, как Анастасиев, Кизимов. Анастасиев был тренер, он никогда не садился судить. Кизимов был выдающийся тренер, двукратный олимпийский чемпион, он никогда не садился судить. Хотя знал, так сказать, дай Бог каждому выиски. Это, конечно, позорная практика. Кондратьева была у нас судья, международный судья пятизвездный, которая судила все соревнования, чемпионаты мира, Олимпиаду, Европу и так далее. Она никогда никого не тренировала. Она была авторитетнейший человек, профессор МГУ. Но никогда не позволяла там кому-то ходить и это самое. Поэтому в ее, так сказать, оценках никто никогда не сомневался. Да, я хотела добавить в тему о развитии дисциплины. Очень много касались вопросов около пиар, но я хотела бы обобщить целиком эту тему. Пиар в спорте. Совершенно явно, что разница у нас за границей, как это происходит. Имидж спорта по-разному представлен. Это ответ на вопрос, почему молодое поколение всадников не интересуется, например, какими-то вопросами истории нашей выездки. Почему они ориентируются на западных всадников? Потому что это бренд. У нас, к сожалению, это не так развито. И мое предложение заключается в том, чтобы в рамках ассоциации выездки также проводить комплексную пиар-программу, которая будет нацелена не только на конкретных, единичных спортсменов, а в целом на дисциплину, на спорт. Чтобы люди извне видели качественный, ну скажу, продукт в этом контексте. Потому что это действительно спорт может быть представлен как бренд, как и команда, как и дисциплина и так далее. Я считаю, что сейчас это очень важно. И в каждом виде спорта, куда ни посмотри, этому уделяется большое внимание. Мне кажется, на это стоит как-то посмотреть с новой стороны. Я хочу подытожить те вопросы, которые мы сегодня обсудили, и которые войдут в текст нашего открытого обращения к конференции Федерации конного спорта России. Итак, мы ставим Федерацию в известность, что сегодня учреждены будут две ассоциации. Первая ассоциация конно-спортивных клубов «Люди и лошади». Да, я с удовольствием хочу сказать, что почетным президентом этой ассоциации дал согласие стать дважды посол ФРГ в Советском Союзе, человек 16 лет, работавший вице-президентом Федерации конного спорта Германии, господин Андреас Майерландрут. Директором ассоциации конно-спортивных клубов мы предлагаем избрать Владимира Григорьевича Рухаленко, а за членов Совета мы проголосуем на учредительном собрании. Далее, сегодня же будут созданы подписаны учредительные документы ассоциации выездки «Дрессаж ОПЕН», открытая выездка. И я также с огромным удовольствием хочу сообщить, что почетным президентом ассоциации выездки дала свое согласие стать заслуженный мастер спорта России Нина Александровна Минькова. Соответственно, мы далее выносим на обсуждение конференции Федерации конного спорта России следующие вопросы. Мы просим учесть в правилах по конному спорту полный запрет на определенное время на совмещение тренерской и судейской деятельности. Мы предлагаем также проводить ротацию судей. Два судьи представлены организатором соревнований, а три назначаемые. На уровне Национальной Федерации конного спорта страны история как фактор будущего для молодежи и для действующих всадников должна преподноситься как некая ценность стопроцентная. Также мы анонсируем тот момент, что мы бы хотели, чтобы коннозаводство национальное было обеспечено пиар-поддержкой и в правила были внесены обязательные позиции, согласно которым заводчик обязательно будет указываться всеми официальными лицами соревнований, организаторами, в том числе в официальных протоколах, как минимум. Также мы будем просить бюро расширить его состав на представительство ассоциаций КСК и ассоциаций выездки, которых этих представителей мы изберем на наших конференциях учредительных. Мы будем ходатайствовать о том, чтобы не включать в состав бюро государственных спортивных чиновников, опять же из-за конфликта интересов, поскольку негоже ставить себе самим задачи и самим себя оценивать. Также предложение о брендинге на уровне членов сборной как факторе продвижения, престижа, членства в сборной. И мы будем, наверное, формулировать таким образом, что позиция шеф-экипа сборной – это должна быть некая постоянная работа, а не ситуационная, чтобы человек эту должность занимал на протяжении, как минимум, назначенный олимпийский цикл. Неосответственность, и эту работу, она не заканчивается началом и концом соревнований, она постоянная. И при выборе состава сборной шеф-экип тоже должен одну из лидирующих функций нести, поскольку он видит конкурентную среду, потому что все-таки, если мы хотим выигрывать в перспективе Олимпийские игры, мы должны соревноваться в той конкурентной среде, в которой мы будем выступать на Олимпийских играх или чемпионате мира. Мы никогда не сможем обеспечить тот уровень конкурентного взаимодействия даже с точки зрения судейских оценок. Они не будут настолько объективны и настолько не дадут нам ту обратную связь искомую, если после нашего всадника или перед нашим всадником не будет выступать действующий Олимпийский чемпион. Потому что судья же тоже от кого-то судит, от какого-то эталона. И 70% показанные на первенстве водокачки совсем не одно и то же, что 70% показанные на турнирах 5 звезд в Европе. И даже Европа Западная и Европа Восточная это тоже разные уровни конкурентной среды. Я предлагаю проводить чемпионат России ежегодно в разных городах, до Уральских гор хотя бы. Под Урал ехать сложнее, потому что там дорога между проблемами и лошадям сложно. Есть шикарные базы. В Саратове есть шикарные базы, в Ростове есть шикарные базы, которые в состоянии сегодня потянуть чемпионат России по выездке. Представьте на минутку. Если завтра мы проведем турнир, допустим, в Ростове, да, в следующий чемпионат России, то есть мы обяжем всех основных спортсменов, если, ну, согласно рекламе, член сборной может поехать на Олимпиаду на мир и на Европу только чемпионат России. Если он не участвовал в отборе в этом, соответственно, он и не может быть. Если мы всех спортсменов привезем сначала в Питер, потом в Казань, потом в Уфу, потом в Ростов, там вот в такой вот ротации, да, соответственно, вот какой будет для регионов прогресс, то есть, да? Весь основной состав всей выездки приехал. Я не поеду, мне некогда. До свидания, всего доброго, вы не являетесь моей членом сборной с этого момента. И регион наконец-то увидит, что такое выездка в полном объеме. Какое должно быть судейство, как выглядит команда, как они приехали, как они выгрузились, как они погрузились, как они живут, что они кушают, как они проводят время свободное. Тогда, тогда будет всем понятно, куда мы идем, понимаете? А когда мы все это в Москве, ну, максимум там в области, да, то есть, ну, извините, а что это такое? Это ничего. Поэтому внесем, если это можно сделать в рамках там, с юридической точки зрения, что чемпионаты России должны проводиться на всей территории России до Уральских гор. Дальше просто ехать, ну, тяжело лошадям будет. Там уже проблема будет. А до Уральских гор, пожалуйста, там баз, бо, с шикарными грунтами, с шикарными постоями, с шикарными условиями. Тем более, что нам сегодня-то ехать некуда. К него тут всех есть красивые, замечательные, у основных спортсменов. Поэтому проблем никаких не доехать. Тогда на сегодня я всех благодарю. Мы работу закончили. Предложение сформулируем. И, соответственно, приятного продолжения дня всем. Спасибо.